Добрый вечер. Мы готовы рассказать вам о главных событиях понедельника и выходных. В эфире новости Тагил ТВ. В студии Никита Трубчининов. Смотрите сегодня в выпуске. Тагильчанин боится выйти из собственной комнаты в коммуналке. Не заладились отношения с соседями. Одна из ссор переросла в вооруженное столкновение. Лучшие шефы живут и работают в Нижнем Тагиле. Директор швейного производства победил в региональном конкурсе «Шеф года». Они работают с воспитанниками детских домов и заключенными. Организация православных педагогов отметила юбилей. Тагильчанин боится выходить из собственной комнаты в коммунальной квартире. Соседи разбивают счетчики, не пускают в туалет и ванну. Несколько дней назад дело дошло до вооруженного конфликта. В ход пошел газовый баллончик и, возможно, кухонный нож. Наша съемочная группа побывала в нехорошей квартире и выслушала мнение сторон. Ситуация оказалась весьма неоднозначной. Все подробности в сюжете. Вячеслав Цуркан нервно курит у подъезда. Заходить в коммуналку боится, но выбора нет. В одной из комнат почти сутки закрыта жена и четыре ребенка. Выйти они не могут. Сломаны замки. Вмятины и царапины на двери появились после ссоры с семьей Коровиных. Как утверждает Вячеслав, соседи устроили очередное застолье. Мужчина решил поговорить, но мирно пообщаться не получилось. Вячеслав считает, что его хотели зарезать. Он, оказывается, пошел на кухню с ножом и выходил из кухни. Недолго думая, Вячеслав пустил в ход газовый баллончик. Защищал себя и свою семью. Коровины утверждают иное. Дескать, сосед оставил на кухне подарок – фекалии. Я говорю, ты слышишь, поговори. Вот видишь, я говорю, просто поговори со мной. Я же не хочу трогать. Он мне в рот баллончиком брызнул. Все. А, конечно, есть на записи записано, как ты хотел разговаривать. Да, пожалуйста, что ты? Покажи записи. Запись нам Вячеслав предоставил, но показать мы ее не можем из-за обилия ненормативной лексики. На ней хорошо слышно, что за дверью, кроме Дмитрия, стоят еще несколько мужчин. Участковый, подоспевший в коммуналку, комментарий дал довольно странные. Фекалии газовый баллончик, по его словам, имели место, а вот дверь как будто никто и не трогал. Вы мне ответьте. Дверь сломана, нет? Да. Сломана дверь. Повреждена, повреждена, да. Повреждена, но не сломана. Ну, а что? Есть разница. Какое понятие сломана и повреждена? Есть разница. Последствия конфликта участковый оценивал в присутствии камеры. На дверь полицейский взглянул бегло. Залепленный глазок, будто и не заметил. Вмятины тоже. Зная, что в комнате находятся женщины и четыре ребенка, Дмитрий Литвяк посоветовал Вячеславу обратиться в службу спасения. Советов, кстати, вообще давал много. Надо следить за ним. Как я могу следить за ним? Что, нормально будет? Нормально. Это нормальная дверь? Которые могут заедать. Так надо следить за ним. В одним и тем же ключом и верхний замок, и в нижний. Нет, два ключа, а нижний нет. Может не срабатывать. За подчиненного вступился Александр Серебряков, начальник участковых 16-го отдела полиции. Заявления от этих жильцов коммуналки поступают чуть ли не каждый день. Конфликты, считает, возникли на бытовой почве. Коровины хотели стать счастливыми обладателями трехкомнатной квартиры в центре города. Им, как владельцам двухкомнат, трехкомнатной квартиры в свое время, владелец этой комнаты отказал в приобретении комнаты, специально завысив цену. Не на много, но завысив. В итоге приобрел эту комнату Цуркан, их стало, добавилось, получается, четверо детей, двое взрослых, шесть человек, ехало еще в квартиру. И, соответственно, начались конфликтные ситуации. Ставить точку в этом неоднозначном деле еще рано. Ситуацию с нехорошей коммуналкой взял под контроль начальник УВД Алексей Умывалкин. Поступившие заявления от Цуркана Коровиных сейчас проверяют. Данный материал отрабатывается, то есть по процессуальным срокам, у нас 10-дневный срок, для принятия объективного решения уже непосредственно по вот этому вопросу, что кто виноват, кто прав, как нам этот вопрос решить, это будет принято в течение 10 суток. Оценку действиям участкового дадут позже. В полиции сейчас отсматривают видеозаписи с квартиры. Между тем, в коммунальном скандале появился новый оборот. Как стало известно, Вячеслав Цуркан обратился в полицию за разрешением на огнестрельное оружие. Мужчина получил отказ. О чем тут можно говорить, что здесь будет, если ему еще разрешить оружие. Не все муниципальные образования показывают хорошие темпы по вводу жилья. Такую оценку дал председатель областного правительства Анатолий Гредин. Он провел видеоконференцию с главами городов. Жилье частично построено, отчитались мэры, но не введено в эксплуатацию, не поставлено на баланс и не все жители получили документы на право собственности. Нижний Тагил, к великому сожалению, находится все-таки не на первых местах. Планы в Нижнем Тагиле большие, но план это зависит от ряда факторов. И сегодня был там серьезный разговор по поводу того, как эти планы мы будем в Нижнем Тагиле в том числе и реализовывать. Предложение давала глава города Нижнего Тагила для правительства области. И мы надеемся, что те планы, которые были намечены, в 2012 году будут реализованы. В этом году Нижний Тагил ввел в эксплуатацию более 50 тысяч квадратных метров жилья. По плану город должен построить 58 тысяч квадратных метров. Кроме этого, конечно, мы стараемся усиленно сейчас работать по постановке построенных индивидуальных жилых домов. В прошлом году нам удалось порядка 7 тысяч квадратных метров за счет в том числе и этого сделать. Я думаю, будем стремиться, конечно, к тому, чтобы плановые задания в области тоже выполнить. 170 молодых семей получили социальные выплаты за 4 года реализации целевой программы «Предоставление муниципальной поддержки на приобретение или строительство жилья». Итоги выполнения программы подвели на очередном заседании городской думы. Подробности у Анны Кизиловой. Программа по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья перевыполнена. По плану обеспечить жильем планировалось 156 тагильских семей. В итоге за 4 года свои жилищные условия улучшили 170 семей. Самым главным результатом является то, что у наших молодых семей, у 16, разделись дети. И они также дополнительно получили областные денежные средства на софинансирование. Часть денежных средств в покупку или строительство жилья внесли молодые семьи. Ипотечным жилищным кредитом воспользовались более сотни семей. На реализацию программы были выделены средства из федерального, областного и местного бюджетов. На реализацию программы было запланировано из средств местного бюджета 13 миллионов 680 тысяч рублей. Всего израсходовано 13 миллионов 43 и 177 рублей, что составляет 95,34%. На заседании итоги также подвели и по реализации муниципальной целевой комплексной программы благоустройства Нижнего Тагила. К участию в программе привлекались муниципальные и крупные промышленные предприятия, а также частные предприниматели. На реализацию программы в мероприятии было запланировано из регионального бюджета 4 миллиона 350 тысяч рублей, из местного бюджета 683 миллиона, собственные средства предприятия 158 миллиона. За отчетный период было освоено 802 миллиона 583 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета 729 тысяч 445 тысяч рублей. За четыре года капитально отремонтировали более 15 тагильских улиц. Среди них Балакинская, Карла Маркса, Попова, Мира Индустриальная, Ленинградский проспект, Восточное шоссе и другие. На 100% выполнены работы по содержанию средств регулирования дорожного движения. Покраска, мойка, ремонт ограждений, разметка дорог, установка и замена дорожных знаков и светофоров. В рамках реализации программы капитально отремонтировали Комсомольский сквер и Гвардейский бульвар, а также реконструировали парк Бондина. В целом народные избранники утвердили отчеты в исполнении двух муниципальных программ. Анна Кидила, Вадим Усков, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ. В аварии на трассе Нижний Тагил-Устютка пострадали двое детей. Водитель иномарки не справился с управлением. Выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль. Два ребенка получили травму различной степени тяжести. Дети перевозились, скажем так, не совсем согласно правилам дорожного движения. То есть, да, вроде детские удерживающие устройства как таковые были. Тем не менее, они не соответствовали росту и возрасту. Второе ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Серов по схожему сценарию. Тойота вылетела на встречную и столкнулась с ДОЭСПРа. Водители получили переломы и ушибы. Ребенок с переломом предплечья был доставлен в детскую центральную городскую больницу. Внимание, дети! Этап осеннего рейда ГИБДД прошел в первый день осенних каникул. Ученикам 95-й школы показали патрульные автомобили и даже разрешили посидеть внутри. С 1 по 10 ноября у нас проходит первый этап осеннего рейда «Внимание, дети!» профилактических мероприятий. В связи с этим у нас сейчас в школах на базе дневных оздоровительных лагерей проходят различные мероприятия по безопасности дорожного движения. Как видите, в первый же день каникул мы приехали в гости в 95-й школу. Ученикам 95-й также рассказали об опасных участках вагонки. Для детей в ГИБДД на время каникул подготовили обширную программу. В течение недели школьники в игровой форме будут изучать безопасное поведение на дорогах. Золотым преподавателям золотые подарки. Вековой юбилей отметил накануне лицея 75-42. Во дворце культуры МТМК собрались преподаватели-выпускники разных лет. Заслуженные педагоги получили награды. Репортаж Альбина Сокозлаускаса. Окончив педакадемию, Наталья Холкина вернулась в родную школу преподавателем информатики. Теперь в лицее 75-42 ходит всей семьей. Там же работает ее муж, учителем математики. А в этом году в первый класс пошел сын. Наталья говорит, поначалу было неудобно. Прямо на уроках сын называл ее мамой. Так получилось, что я именно у своего ребенка веду информатику. И получилось так, что информатика стала любимым предметом в школе. Помимо всех остальных школьных предметов. Таких трудовых династий в лицее несколько. Накануне в зале Дворца культуры МТМК собрались преподаватели учебного заведения и выпускники разных лет. Повод для встречи серьезный. Столетний юбилей. Правда, сложился он в круглую цифру из нескольких дат. 75 лет 42-й школе, 20 лет 75-й и 5 лет лицею 75-42. Я уже выпустила такое большое количество детей, что это родные, свои лица, умные, добрые, состоявшиеся. Но я смотрю на выпускников и тех лет. Они хороши. Они хороши, они умны, интересны. И судьба, они состоялись. Они не опустили руки в трудные времена. Они идут по жизни прямо. В честь юбилея директор Ирина Менина вручила заслуженным преподавателям, которые проработали в лицее более 30 лет, особые подарки – золотые броши. Все педагоги получили грамоты. Затем для собравшихся выступили творческие коллективы. Альбина Сказлаускас, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Лучшие шефы живут и работают в Нижнем Тагиле. Директор швейного предприятия Сергей Витошкин стал победителем конкурса «Шеф года», который проводится среди предпринимателей Уральского региона. Тагильчанин взял первое место в номинации «Прорыв года». Его фирма смогла закупить самое современное оборудование и многократно увеличила производство. Если мы раньше изготовили около 3000 изделий, сейчас это уже 15 тысяч изделий в месяц. Ну и также в жюри отметили вклад в развитие бизнеса города Нижнего Тагила, так как вообще легкая промышленность терпит большие убытки сейчас и поставит на поток производство именно с текстилем. Это очень сложно. Работает фирма в редком для Урала сегменте, говорит предприниматель. Шьют одежду эконом-класса для новорожденных. В награду тагильчанин получил статуэтку от организаторов и памятный подарок от Законодательного собрания Свергловской области. Они работают с детдомовцами и заключенными, несут слово Божие. У организации православных педагогов юбилей 10 лет. Начинали благое дело в городе всего три человека. Сейчас у них не одна сотня последователей. Наши корреспонденты с подробностями. Своей целью православные педагоги считают просвещение. Слово Божие они несут в детские дома, больницы, тюрьмы. Вера Давиденко – одна из основателей движения. Говорит, в 90-е годы российское образование сильно пострадало. Детям не прививали моральные принципы. Восполнить пробел решили православные педагоги. Наша задача – это какая? Нравственность принести в мир, рассказать о истине. Что она есть, что существует, что люди. Живите с Богом, будьте чисты и нравственны, потому что Господь – это есть любовь, это есть чистота. У истоков стояли всего три человека. Сейчас в общественной организации «Вера, надежда, любовь» миссионерские курсы читают 10 преподавателей. Рассчитаны они на два года. Открыты для всех желающих. Занятия ведут по 16 дисциплинам. Среди них Новый Ветхий Завет, догматическое богословие, церковное искусство и секта ведения. Выпускников около 20 человек в год. Получив дипломы, православные педагоги идут к тем, кто нуждается в вере. Очень много было предложений. Из школ поступало очень много предложений, чтобы пришли, детям рассказали о Боге, о вере, о законах Божьих. Накануне Ассоциация православных педагогов отметила 10-летний юбилей. На сцене досугового центра «Мир» состоялся праздничный концерт. Выступили детские коллективы и хор Казанского мужского монастыря. Альбина Сказлаускас, Михаил Крюков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. И это все, о чем успели рассказать. С новостями в турниках познакомим, как обычно, в 2020. Сейчас на очереди новости спорта с Александром Сальниковым. Всего доброго.